Итак, мы начинаем главный бой нашего турнира! Десятираундовый поединок за вакантный титул чемпиона WBA Asia East в суперполулёгком весе до 59 килограмм. В синий угол ринга приглашается боец из города Тойкамсрус, ЮАР, Малькольм Стоун Классен! Малькольм Стоун Классен! И две ничьих. Ну и надо отметить, что из шести поражений все он потерпел по очкам. Очень интересный боец. 35 лет этому бойцу 164 сантиметра составляет его рост Человек, который владел чемпионскими титулами IBO в 2016 году Чемпион мира IBO, IBF 2006-2009 года И это такая очень серьезная проверка, конечно же, для Михаила Алексеева На это был простой Был годовой простой У Классена Приведущий свой бой он провел 2005 августа 2016 года И одержал тогда победу Ну а вообще он выходит на этот поединок с серией из шести побед Последнее свое поражение он потерпел В 2013 году И тогда он потерпел поражение по очкам От Вилли Томмельсона Есть у него бой против Роберто Герреры Также он уступил в том поединке Этот бой проходил в 2009 году И тогда Роберто Геррера был еще в такой лучшей своей форме И тогда прям удалось перестрелять своего соперника Роберто Герреры Весь бой он двигался на ногах Обстреливал его и также завоевал эту победу по очкам Стойкий, интересный, очень нестандартный боец Будет сегодня противостоять нашему боксеру Михаилу Алексееву Он хорошо настроен Ну а выходит сегодня Малькольм Классен Именно как раз таки под выступление непосредственно Роя Джонса Ярко, зрелищно очень Двигается, двигается потихонечку к рингу Африканский боксер В сопровождении своей команды Ну вот такое исполнение рэпа Почитание рэпа самим Роем Джонсом Легендарного боксера Выходит в ринг Малькольм Классен Внимание, Дэйхо! Наша земля хранит великую силу Аркаим Сердце цивилизации славян И источник родовой памяти Здесь стоятся мастерство и дух наших предков ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энергия Аркаима Раскрывает способности каждого человека А прикоснувшись к этому источнику Воин обретает частицу великой силы И навсегда меняет свою судьбу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Встречайте в красный угол ринга Боец из города Екатеринбург, Россия Северный Михаил Алексеев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 10 боев у этого бойца на счету Во всех 10 он одержал победу В четырех из них досрочно И также под песню легендарного Роя Джонса выходит Михаил Алексеев Дебютировал на профессиональном ринге Михаил Алексеев 24 апреля 2015 года И тогда в очень близком поединке Одержал победу по очкам над своим одноклубником Марком Урвановым. После этого все беспоражения прошел 10 поединков. А всех 10 одержал победу. Был у него бой в этом году. И проходил он в Екатеринбурге и в Корее. И было это 5 мая 2017 года. И тогда по очкам одержал он победу. Соперником у него тогда был Фалмадора Бруссента. И по очкам ему удалось удержать победу. И вот сейчас к опровождению своей команды. Конечно же тренер этого штаба. Это предметы тренер Николай Попов. Все бойцы РМК двигаются так же сюда. В обоих ждет. Мы видим Андрей Допольских так же. Один из предыдущих тренеров клуба РМК. Самый лучший тренер, самый лучший. Хэкплод России. Так же в углу Дмитрия Лучникова. как я объявлю, начале поединка звучат национальные гимны. Ну а сейчас мы с вами услышим национальные гимны стран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Россия священная наша держава Россия любимая наша страна Могучая воля, великая слава Твое достояние на все времена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Твой предками данная Мудрость народная Славься страна, мы гордимся тобой Итак, представляю вам судейскую бригаду Боковые судьи Ираклий Малозония Илья Акелунин, Дмитрий Болдырев Супервайзер WBA Сергей Хурсанов Рефери Семен Стахеев Представляю вам соперников В синем углу Боец из города Тойкомсрус ЮАР Ему 36 лет Рост 164 сантиметра Профессиональный рекорд 41 бой 33 победы 17 одержанных нокаутом 6 поражений Финичи Экс-чемпион мира IBO Двухкратный экс-чемпион мира IBF Малькольм Стоун Классе Вот и его соперник В красном углу ринга Боец из города Екатеринбург, Россия Ему 21 год Рост 168 сантиметров Профессиональный рекорд 10 боев 10 побед 4 нокаутом 15-й номер рейтинга WBO Чемпион мира WBO Среди молодежи Чемпион WC Азиасильвер Неснающий положений Северный Михаил Алексеев Северный Боксер Слушайте мои комментарии Шанхейс Уважаемые друзья Бойцы представлены Рефери дал заключительное наставление Семен Стахеев Рефери в этом поединке В ринге Ко мне присоединился снова Боксер-профессионал И на данный вечер Мой коллега Можно сказать Евгений Чупраков Посмотрим Что это Бой нам Соперник очень серьезный Сегодня у Михаила Алексеева А тут я боюсь Исподелимы И у нас Первый раунд Всегда Боксеры пристреливаются Присматриваются Мальком Классен Вроде выглядит Так Ужасающе даже Может быть Не знаю Но и бьет так неплохо В первом раунде Опытный Опытный Боец Владел он титулами По некоторым Версиям Чемпион мира По ЭБО Чемпион мира По ИБФ ИБФ 35-летний Очень опытный Конечно Боец Был у него годовой Поростой Посмотрим Как он Сейчас В какой форме Сказался ли он Наверное Или нет Насколько он Сказался Потому что Такой возраст Что Тут каждый год Может очень сильно Сказаться На именно Функциональной форме И такой физической Боксера Ну а Михаил Алексеев Конечно Молодой 22-летний Боксер Молодой Желания много Желания Доказать Показать Себя Но первый Раунд Довольно-таки Уже Не разведка Довольно-таки Уже Очень Быстро Начал Малькон Малькон Да Поединок Малькон Класс Н Пока так За блоком Защищается Михаил Алексеев Пока Темп не конит Пока Не зренщит Пока Тишин Мне кажется Сам присматривается Дистанция Очень длительная 10 раундов Да Да Потихонечку Держался А Мишка Чуть подозрелся на сильные удары Сейчас пока Наверное развивает Джеб 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 Да Потихонечку Джеб Джеб Нестандартные Михаил Удары Этот боковой Крюк Такой Хорошо Попадает Сейчас он Граван Какое-нибудь Хорошее Попадание Мишка 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 Ну видно, что Мишка не растерялся при начальных атаках Майклинна Что он тоже показывает, что вдруг я тебя не боюсь Мишка Мишка Все равно Немного Досказывается Опять же 35 лет Майклинну Возможно Может Есть вероятность Что и вымахается он Но опять же Первый раунд Корпус 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 Вот мы слышим Подсказывает Николай Попов В углу Что мало джеба И больше ударов по туловищу Да Подразбивать Подразбивать Убрать вот этот пыл К Майклинну Майклинну Пристреляться Но Михаил Видно По нему Что он На подъеме На взводе Он готов продолжать бой Да Настроен Скорее всего У него очень серьезный Очень интересный Хороший Отдохнувший Лицо отдохнувший Видимо Успел остановиться Замечательно После Десять Все равно Делать тяжело Размен ударов Большинство Обоих боксеров Сейчас по корпусу Они бьют Хоть и по защите Но удары Получаются Такие значимые Еще ближе Не давай Разбухнувший Ну пока Такая обоюдная Дет работа По защите Что у одного Что у другого Миша где-то бывает Попадает Хорошая атака Но тут немножко Погрязнил Ничего бывает Все мы Иногда Грязним Скорее всего Была уникальная Команда Подбивать корпус Пообтукивать По корпусу Сейчас соперника Чтобы чуть подвстал Чтобы соперника Михаила встал Микол даже удар Озвучивает Может ему это помогает А это бывает Помогает Да При этом он делает выдох Да Удар на выдохе Да Это правильно Кублика за Михаила болеет Поддерживает его Конечно Хорошо попался Еще один правый Подбил Так сказать Еще Хорошо Вот Вот и выбил он капу Бой пока не Сам все правильно Дают продолжить Атаку Михаилу Это правильно Да Потому что Момент Достаточно Острый А сейчас Да Хорошая атака Хорошая была Сейчас от Михаила Кучих Сейчас Может быть Акапова была выплюна Для того чтобы Специально Да Такая небольшая Профессиональная уловка Очень опытный Конечно же Мы постараемся Справедливо Воксировать Они умеют Схитрить это Лишний раз Но Михаил нормально Идет Бьет Выполняет команды Тренером Подходя с джеба Не развивая атаку Чуть-чуть Мне кажется Стоит поработать поуже Удар будет приходить По цели Хорошо Попал сейчас Михаил и потряс Он сейчас Классена Вот сейчас уже проблема У Классена Да Он здесь плывет 20 секунд еще остается Есть еще Очень много времени В этом раунде Что его держит Это Канаты Снова попадание Попал Михаил жестко И склестко Вяжет 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 Классен Даже Даже Если сейчас Раунд не успеет Успеет закончиться Он закончится Мне кажется Михаил В любом случае Раунд уходит В пользу Михаила И мне Мальком Подустает Этот Нокдаун Постудит Тем более Ему 35 лет И как он сможет Восстановиться Сейчас посмотрим Посмотрим Какой он выйдет На следующий раунд Раунд только за Михаилом Раунд красивый Стрелищный Михаил показал Хорошую ударность Ударность Что у него есть Ударность Что он может попасть В восьболе Смотря на угол Мальком Мне кажется Его потряс Да Он выглядит Потрясенным Сможет ли он Восстановиться За минуту Сейчас увидим Думаю Сейчас Михаил Не полетит А потихонечку Начнет опять Подрабатывать Потому что Лететь сейчас Будет глупо Потому что Мальком Восстановился Слегка Конечно За минуту Все равно Темп Гнать не стоит Михаил Сейчас спокойно Подойти Подбить Подрабить Ветерару Шахатыш Шиндалец Смотрим Попадание Хорошего Михаила Через руку Попал Четкий Хороший Да Отключил Джеб Да Не пропускать Его задача Сейчас Не пропустить Михаила Он понимает Что он Уже потрясен Правая рука У Михаила Сильная Я его прочувствовал Это на себе Да Как никто другой Лететь Думаю Не стоит Подходить За счет Джеба Правильно Никогда Говорит Подходить За счет Джеба И развивать Атаку Хорошо Корпус Корпус Тоже нужно Оброваживать Не пропускать Не пропускать Из угла Бить Бить Все правильно Все правильно Ну и Манком Огрызается Неплохо Огрызается Не хочет Отдавать Позиций Характер Джеб Джеб Характер 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 Сейчас Мальком Выбрал позицию Бегать Играть Не давать Боксировать Микарилу Он понял Что не стоит Драться Не стоит Удар Проверил Микар Правильно Делал Что обрабатывает Корпус Бить по корпусу Чтоб Мальком Встал Замедлить его И тем самым Тем более Есть разница В возрасте И возможно Скоро Дать ему Может быть Намахаться И подбивать Подбивать Тяжелыми Сильными Ударами Может быть Не такими точными Но площадями Все правильно Хорошая атака От Микар Бьет Массивные Хоть не такие Быстрые Но массивные Удары Они приходят В цель Ниже пояса Здесь удар Микар Микар Думаю продолжить его Это не остудит Ему нужна Красивая Серьезная Победа Ему будет Дано Сейчас время Восстановиться До 5 минут Сейчас Отдышится Микар Молодец Он не стал Показывает Что ему Микар 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 Джеб Не падать А бить По корпусу Сейчас Сам пропустил Немножко Руки на место Ответ Сразу Иван Волгин Перебивает Размену Канатов Только Микар Начинает Атаку Микар Нужно Перебивать Немножко 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 И за счет Джеба Подходить Сбережаться Так Копис Не надо Двигаться Микар Думал Делать все Преосходом Прям Булу С нашей стороны Концовка Раунда Размен Такой Опять В центре Ринга Аля Мексика Ничего не было Потеря равновесия Здесь Встал на пятку Ну Хороший раунд Малька показал Что он восстановился Успел И даже где-то Начал Очень остро Огрызаться Не приехал Отбывать номер Маленькие указания Чуть почище Нужно вести бой Повыше Чтобы наносились удары Чтобы не отбивали друг друга Смотрим продолжение Этого зрелищного Интересного боя Четвертый раунд Где по моему мнению Михаил вроде Идет вперед Впереди Так сказать Точнее активная работа Джебом От Классена Мне кажется Джеб Да И обрывает корпус Хорошая атака От Михаила Получается Тяжелые удары Прям слышно Мы с тобой сидим в углу И слышим Даже При том что мы в наушниках Точные попадания Хорошая игра Через руку Удар через руку Удар через руку Бить 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 Добивает Не давать пощаду Пытается Пытается Отвечаетесь Грязь Да Что предупреждал Рефери Вот сейчас Не упускайте Михаила Из этого угла И будет замечательно Больше Джеба Перепите Повторя 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 Ну вот мы Видим сегодня уже Окончайно Как это у нас Последний поединок Чуть добавилось К грязи Народ Ну я думаю Это не специально Просто оба бойца Хотят выиграть Очень большое рвение Я думаю Конечно же Да Майкл Видимо Не смущает его возраст Попадание От Михаила И снова через руку Правой Нестандартным Таким крюком Справа Очень нестандартно Очень прикольно Мне кажется Так уже начал Уходить от этих ударов По туловищу Повторя Мы же с тобой слышим Что удары веские Но я думаю Еще если такое же Повторится То рефери может Снять очко Да Сделать замечание Уже Вот Семен Стахеев Делает устное замечание Показывая о том Что Пока только устное Увидим что будет дальше Когда Миконов делает Красиво Когда он бьет Левый в корпус А правый гол Получается замечательно Сразу перехватывает Сразу перехватывает И перехватывает Да Перехватывает Как кричит Микрая Бобов Перехватывает Да Вот она Чуть-чуть грязь Чуть-чуть грязь И с одной И с другой стороны Рефери снова делает Такое устное замечание Как ты правильно Тимур сказал Оба хотят Видимо выиграть Не видимо А действительно Оба обрабатывают корпус Но и в силу этого Какие-то удары От большого желания Попадают туда Я не думаю Что целится специально Ребята Тут сошлись Мне кажется Противостояние Такое Опыта Хорошего опыта Полноценного опыта И молодости И молодости Напора такого Желания победить Желания показать себя Что я лучший Танцовка Танцовка Опять прошла Вразмене Очень зрелищный Очень хороший Опять снова бой На вторую размену На вторая И Михаил бьет, и Мальком бьет. Никто не хотел умирать. Да. Нам показывают опять удары под Малькома, под разными углами. Под разными углами он бьет. Бой подходит почихоньку к своей середине. У нас пятый раунд из десяти. Следующим поединком. Интересным поединком. Дикатер имеет свою искорку. Ай, 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 ай. Но ничего, бой продолжается. Хорошая атака от Михаила по туловищу. Туловище на голову он перебел. И что мне кажется, большой плюс Михаила, что Мальком встал. Он уже не двигается. Да, он не такой подвижный, как он был в начале. Начал бы подвижный. Не такой, так сказать, пластичный. Он стал застаиваться. И бьет с большим размахом удары. Это лишнее. Больше тратит энергии, соответственно. Не раскрывается. Мигаила, да, да, удар. Прямой справа. Мигаила, получается, удар массивный и точный. Заворачивайся. Перекладывай. Неплохой размен прошел. Правильно подсказывает Николай Попов. Начинает все-таки сказываться. Начинает играть молодость. Перерубать, начинает потихонечку перемалывать. Никита может не молодость, не здоровье там. Мальком начинает уже вязать. Уже начинает просто красть. Как мы сегодня боимся, красть, красть раунды. Бей, 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 да. Не давай трабовать. Мальком стал просто вязать. Хорошие удары. У Мигаилдецкие, хорошие удары. Они хоть, может быть, не так точно, но они доходят все-таки до цели. Вот и сейчас. Общий тонаж может сказаться. Видно, что он сказывается. Мальком уже не такой подвижный, не такой легкий на ногах. И не так уворачивается. Уже стал прямой. Дышим. Левый боковой заканчив. Вот, вот, вот здесь. Так, а простой стил сейчас, несколько отлетных ударов, увесистых. И что бывает? Мальком, это в стиле вишки. Да. Да. Встречный, интересный бокс. Бо, бить, бить. Как я сказал правильно, Николай Попов, бить левый сбоку. Мальком не сдается. Атакует в очень высоком темпе. При том, что раунд у нас какой, не подскажешь. У нас пятый раунд. Как раз середина, поединка. Да, 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 да. Спокойно сиди. Спокойно сиди. Побей. Ну, вроде Мишка нормально разговаривает, как я слышу, в углу. Не под усталость сильным. Усталость, может, какая-то накопилась к середине раунде. Но, скорее всего, он откроется второй дыканье, потому что Николай готовился упорно. Я видел его, потому что он не халтурил, так сказать, на тренировках. Но обоюдно, обоюдно хорошая работа. Шестой раунд. Середина. Да, во вторую половину перешел, во вторую стадию перешел поединок. Ну, Мальком вроде двигается, довольно-таки плохо двигается. Поэтому он только вышел после перерыва. Можно чуть-чуть, да, отошел. Но он тут же сразу пропустил несколько тяжелых ударов и сразу встал на ногах. Но он тоже отвечает неплохо. Мигом, вот, крестант Михаилов. Хороший отвечающий удар. Вот, вот, перехватывать. Надо правильно слушать тренер Николая Бобова, правильно говорит, перехватывать. Как только Мальком начинает атаку, Михаилу нужно перебивать его. Тут же перебивать. Сил у него на это хватит. Врезаться в него со своими ударами. Да, он. Бить, загонять его в булл. Именно на размене, как раз-таки, мне кажется, есть небольшое преимущество у Михаила Алексеева. Но Мальком не сдается. Не кочный. Отдавает победу. Вот, вот, да. Хороший правый Михаилов. Он попадает точно в цель его. И весьма потрясает. Мальком начал двигаться очень много на ногах. Избегая обмена. Мальком. Что хорошо, Михаилов работает под разными углами. Снизу, сбоку он наставит все больше и больше ударов. Снова плоский очень размен у канатов. Да, шестой раунд и чувствуется вот это середина. Что где-то сила начинает чуть-чуть оставлять бойцов. Но при этом время от времени очень остро атакует. Но снова потеря капы. Ну вот и минус очко. Скоро сейчас снимут очко. Нет, говоря последний раз. Дал еще один шанс рефери. Ну, Михаил, я думаю, в форме. Продолжает быть в форме. Он сейчас при таком размене будет выходить на первый план, конечно, функциональная выносливость. И кто сможет держать такой темп. Кто моложе, кто сильнее, кто выносливее. Да. И кто как готовился. Кто как готовился. Ну, тебе на место. Ну, Николай у нас готовит всех жестко, серьезно. Поэтому я не думаю, что Михаил... Да, вот попадание сбоку сейчас попало. Получилось. Да, маленькому все-таки не сдается. Он пропускает сильные удары, но... Он очень опытный боец. Он все-таки отвечает тоже неплохо. Знаете, где вы уже выбрали капу. Бал, Михаил, все правильно. Не выпускает ничего через угла. Да, здесь нельзя-нельзя просто. Да-да, Ману Маис гнил. Делает все правильно. Цепляет четко. Выцеливает сейчас же Миша. Выцеливает. С Мариком, да? Смотри, какая концовка. Вроде так, столько он пропускал. И тут же... Умеет он делать вид, что он устал, но в то же время не устал. Апеллируют секунданты Малькольна к рефери в ринге. Говорят они, что очень много ударов на него наносится ниже пояса. Апеллируют секунданты Малькольна к рефери в ринге. Смотрим продолжение. Седьмой раунд. Да. Седьмой раунд. Да, все-таки опытный Малькольн не устает и не показывает, что он устал. Ну и успевает восстановиться за ту минуту. Ну есть такое, что у него раунд обычно начинает весело. Да, но потом в конце немножко поддает. Или проваливается чуть-чуть в середине. В середине, да. Котовушка почти ему выигрывает. Дорогая комбинация слова от Михаила. Но Малькольн включает фундам и везерам. Защищает плечами. Плечи, плечи, плечи. Перехват сразу. Кресты, миша, кресты. Вот попадание от Михаила. Правый получился такой прямой снизу. Руки, руки. Миша, думай, даешь, думай, даешь. Да. Если он сначала в тех раундах Миша шел и не давал работать, сейчас дала возможность Малькольму и думать, и работать. И он тут же активизировался. Да, да, да. Кресты. 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 Перехват. Бей боковой, боковой, боковой. Кресты, кресты, кресты. Кресты, бей. Кресты вот снизу, сбоку, сбоку, снизу. Это вот такая вещь, которая помогает очень в боях. Под разными углами. Бить под разными углами. Снова хорошо поджал Михаил. Канатор своего соперника. Но Майкл не пытается заставиться, он продолжает работать. Он не хочет сдаваться. Да, и успевает выбрасывать вот такие многоударные комбинации. Вот сейчас сложилось такое небольшое впечатление, что открылось второе дыхание. У Майкла он, да. Так считаю, что... Ну и Михаил, я думаю, что готовит хорошо. Может, чуть-чуть его просто с отрывом, пока я подзадержался. Сейчас одно откроется. И Майкл покажет мегабокс. Он и сейчас особо... Я думаю, да, и сейчас он показывает прекрасное давление на своего соперника. Да, делает хорошо. Вот опять отличный момент. Майкл спасает то, что умение защищаться плечами, у нас сложить удары. Но все-таки это огромный опыт на профессиональном ринге. В 38 боев. И возраста, и опыт. Стоп! 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 Такой раунд умудряется чуть у Майкл, слегка будет подзабирать концовочку. Концовочку, да. Начинает вроде неплохо. Середину, по-моему, вообще... Каждый раз проигрывает. Проваливает, да. И концовку пытается всегда украсть. Пытается, да. Набрать то, что упустило. Это опыт. Да. Что пока у Майклана не хватает, но все это восполнится. Желание есть. Успех будет. Но она показывает лучшие моменты предыдущего раунда. Смотрим дальше. Восьмой раунд. Три раунда остается. Пошли, не. Чемпионские раунды, да? Ну, сейчас, если брать вот так весь поединок в целом, мне кажется, на мой взгляд, немножко ведет, наверное, по судейским запискам Михаил. Я по-любому считаю, что он ведет. Я всегда буду говорить, что он ведет. Но надо сказать, что с прошлого раунда так включился. Включился, да. Но мы уже с тобой подметили, что он начинает неплохо. Серединочку отдает, а он опять начинает, да. А концовочку немножко активизируется раундом. Но посмотрим сейчас все-таки Михаил должен начинать, начинать побольше, буквально чуть-чуть побольше ударов надо бить. И победа будет с эфишкой. Хороший попал. Да, да. Точно попадание правой прямой. Короткий, правый. Дошел до цели. Не давай делать, не давай бить, не давай бить. Как Николай Попов говорит, что не надо работать. Надо канатом. Лучше поджимать канатом. Вот эти все моменты успешные у Михаила около каната. Хороший момент опять у Михаила. Попал он несколько ударов. Все правильно, все-чуть. Удары хорошие прилетают. Но Майклова, как вам показывает, что они его не потрясают. Хотя все-таки его фальшика потрясают. Да, хотя мы видим, что все-таки они действуют. Эти удары, да. Замедляется Майклова. Интересно все-таки видно, что опытный боксер, что он умудряется где-то взорваться, где-то отдохнуть. Да, и где-то дать возможность себе немножко похалявить и где-то сразу же взорваться. Даже если он пропускает, он начинает где-то пытаться набрать. Понимает он, где он проигрывает и пытается где-то реваншироваться. Восполнить этот момент. Да, снова хорошая работа у канатов от Михаила. Хорошо, хорошо работа спиной. Работа на защиту. И вот, правый, да, правый, да, пробивает, бить, 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 бить. Все правильно. Еще. Как говорит Николай, перекрыться и бить. Просто идти и бить. Даже, 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 даже не стоит думать. Просто бить. Руки, 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 руки. Но Майкл опять, опять он... Опять активизировался, заметь концовки раунда снова. Все-таки хорошее чувство времени у этого боксера. Чутье очень сильно. Опыт себя, видимо, дает о себе знать. Да. Ныряю, бей! Ныряю, бей! Защита! Стоп! Ну, браунд хороший. Хороший, очень зрелищный, яркий такой раунд. Полноценный боевой раунд, да. В таких боях, мне кажется, судьям приходится тяжело, потому что... Очень близкие раунды. Конечно, по-любому Майкл выиграют. Это я по себе буду говорить. Перетерпение, перетерпение. Осталось два раунда. Два серьезных боевых чемпионских раунда. Да. Ну, смотря на Микэйла, он вроде на взводе никогда его взбодрил. Да и Майком особо не падает на месте. Джеб сразу же пришел у Микаэла четко в цель. Сразу же включу со своим договором. Вот и очко-минус. Да. Чего мы ждали? Чего, как говорится, следовало ожидать. Про мейкапу, снять очко. Я так полагаю, Семен все-таки снимет очко. Ну, он предупреждал. Он предупреждал и было. Да. Один поинт. Один поинт. Минус балл. Смотрим наш... Это большой плюс Микэйлу. Бокс! Перекрыть с атакой. Стоп! Стоп! Бокс! Перетерпеть, перебить, да. Мальчон взрывается, еще успевает взрываться. Но он понимает, что уже начинает этот раунд в проигранном состоянии. Не в его пользу. Не в его пользу, да. С самого начала. Но и Микэйлу не дает ему на правичке. Он подходит с джебом. Бьет правый, да, правый туда втапливает. Как молоточком он втапливает туда. Зеркаль. Зеркаль. Конечно, зря Микэйлов зря стоит. Прямо. Маленько не хватает немножко. Ба, Бень. Еще хорошо. Очень интересный раунд. Идет обоюдная работа один-другого. По переменке мы не видим. Идет такая работа один-другого. Инициатива переходит из одного от одного к другому. Но мне кажется, что Михаил все равно поострее, поточнее. Поострее, поточнее и по массивнее. Вот снова такая атака, да, именно по массивнее. Поувесите его удары. Удары проходят, и удары попадают в цель. Малькому с Беларчем поиграть на публику. Удар, иди сюда! Удар, иди сюда! Ну да, еще удар бьет. Еще серия, серия! Единственное, что большой плюс, где-то удары Малькому идут по защите. Да, большая часть в блок. Иногда проходит где-то в цель плотно прикрыт. Да. Пошла заключительная минута девятого раунда. Мне кажется, получил рассечение. Очень неприятное на правом блоке Малькому. Ну, ничего, бывает. Хорошо, хоть это не в первых раундах. Да, это предпоследний раунд. Перетерпеть можно. Перебить. Передышать. Тёмно засажены. Да, на тех порах. К и Али – бей! Спасибо. Бей! 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 Никогда не говорили, ладно через руку вправо. У него «Коржово» проходило, « понадобалет»iał Somehow Работай, концовка, обещай! Концовка девятого раунда. Очень зрелищного боя, как мы с тобой видим. Как видят телезрители. Очень-очень насыщенным, но стопа. Хорошая комбинация, словат Михаила. Класс! Хорошо, раунд, я считаю, полностью за Михаила. Тем более крайние раунды, два раунда, уже последний раунд. В начале раунда получил минус балл как раз-таки Малькольм классом. Ну, Тимуру могу сказать, это у нас крайний бой. Я считаю, скорее всего, он за Михаилом. Михаил его ведет. Может быть, кто-то имеет другое мнение, но у каждого свое мнение. Абсолютно верно. Но смотрим, у нас остается еще три минуты заключительного раунда. Они будут много решать, что. Вот они, три, так сказать, великие минуты. Да. У Мишки глаз подзакрылся. Но уверен, в себя закрылся левый глаз. Смотрим. Да, вот смотри, мы с тобой разговаривали, что Малька может подуставить не за возрастом. Но вот сейчас начало 10-го заключительного раунда и не видно такой усталости. Подножки. Это была потеря равновесия. Да, да, это просто стол и встал на пяточке. Никогда правильно говорят, надо идти бить. Осталось немножко сил уже терять, копить, держать. Копить их некуда, да, уже надо отдать все силы здесь, в ринге. Выигрывай бой, выигрывай бой. Бить, бить, вот здесь бить, вот здесь бить. Еще и еще на славе идет. И правый довалять. Еще и еще. Да, зрелищный бой, хороший бой. Удара в ногу. Но сегодня день Мексики. Да. Прямо заруба за зарубой. Любители именно такого хардкорного бокса вот сейчас могут наслаждаться прям этим поединком. Да, да, да. Размен. То, за что любят бокс. Артур Акать. Да, абсолютно верно. И удары, и красота движений перед движением. Это сегодня все присутствует. Вау, 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 хорошо. Попал. Мне запомнил, конечно, попал по туловище здесь. Но нет. Мы с тобой скорее всего ошибаемся. Повыше, повыше. Остается сейчас немножко минутка. Заключительная, заключительная минута пошла в этом раунде. Николай Магнес, при том, что у него глаз закрылся, он продолжает. Он не показывает, что ему это как-то мешает. Он атакует. Хороший джеб. Еще бы давай правый был. Вообще при этом сегодня Махай Минтан. Концовку он делает. Концовка остается за ним. За, скорее всего, будущим чемпионом. Хорошие удары, удары по корпусу, они нужны. Даже в конце они все равно нужны. Тут уже Николай Попов, опытный тренер, говорит, выйдем на себя. И Микаэл выполнил команду. Концовка, заключительные секунды этого раунда. Драку, драку. Да, вот правый, вот правый. Еще, еще, еще. Класс. Мега бой. Прекрасный бой. Ну и ждем судейского решения теперь же. Я побегу. Я, скорее всего, думаю, что Микаэл этот бой выиграл. Прямо с года выиграл. Я тоже в этом уверен, Жень. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Ну все, погнали. Микаре. Мы еще молодец, да. Ты еще молодец. Микаре. Легка, второй урал. Пермищи. Нуу! Молеть, не начали. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 был этот поединок, это был вакантный титул чемпиона WBA Азия и ЕС. Семен Стахеев рефери в ринге приглашает бойцов в центр ринга для объявления победителя в этом бою. Семен Стахеев рефери в ринге. Судья Аки Лунин 95-94 единогласным решением победу одержал и стал новым чемпионом WBA Азия и ЕС в суперполулегком весе. Северный Михаил Алексеев! Да, Михаил Алексеев поддерживает победу единогласным решением в этом поединке. Огромные поздравления ему, огромные поздравления, конечно же, РМК промоушену, всей команде, все, кто работали. Прекрасные бои сегодня мы посмотрели с вами. Без сомнения, уважение его соферников. Ну и слушаем интервью Михаила. Спасибо, что пришли поддержать. Я поздравляю вас с днем города. И желаю вам всем крепкого здоровья. Вашим детишкам, бабушкам, дедушкам. Просветайте крепко. Спасибо, что пришли. Я очень горд и рад. Прославляет Россию. Спасибо, черепей! Продолжение следует... До новых встреч! Мы ждем вас на наших новых турнирах. Уважаемые друзья, всего доброго. Смотрите наши турниры, оставайтесь с нами, любите спорт. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА